Продолжаем рассматривать NURCREATION TOOLBOX И сегодня мы продолжим вкладку Surface поверхность рассматривать Будем рассматривать характерный пример по созданию занавесок На видовом экране вида сверху мы с вами создадим формы для наших занавесок Например, Point Curve Это будет первая занавеска Переключаемся во вкладку Modify редактировать NURCREATION TOOLBOX у нас активируется И, соответственно, добавим Point Curve в уже созданный нами NORPS И прочертим Вот такую небольшую И еще одну Третью Которая будет чуть поменьше Переключимся на вид перспективы Раскроем под уровень редактирования кривых И самую длинную из них расположим наверху Самую короткую из них расположим где-то примерно в центре На видовом экране фронтальном можно это все дело отрегулировать Значит, скопируем несколько раз Эти заготовочки По определенной оси Четыре раза, чтобы всего у нас было пять заготовок Вот таким вот образом И на них будем рассматривать Воздействия Различные Давайте дорисуем Некоторые элементы Например На третий из них Создадим С этой стороны На глазок Вид занавески Справа Значит, здесь Несколько опорных точек поставим Чтобы Скругление было Более интересным Перейдем сюда Создадим На глазок Примерно такой же вариант Но еще ограничим Прямой с зажатой шифтом Вот здесь Ну и чтобы это дело Заново не копировать А не рисовать Я скопирую Вот этот вот вариант Значит, заготовочки готовы У нас с вами И теперь Рассмотрим Предыдущий Пример Который мы Видели С помощью Rolled Surface Значит, мы с вами Можем связать Вот эти вот Кривые После чего Допустим Нас интересуют Нормали в эту сторону Чтобы были Выбираете Под уровень Редактирования Surface И обращаете Нормали Соответствующие Места Значит, Rolled Surface Мы рассматривали В прошлом видео И Просто для примера Посмотрели Как же выглядит Поверхность С помощью Этого элемента Значит Дальше У нас с вами Был элемент Который Назывался U-Loft Surface То есть Лофтинг По одной IC Соответственно Работал Примерно Так же Мы с вами Опять-таки Выберем В случае Необходимости Нормали И посмотрим Форму Значит Как И в прошлый раз Здесь Форма Более Сглаженная Чем Ruled Surface С его Точными Вот Эти Кромочками Вот Рассмотрим Следующий Вариант Когда у нас Есть ограничительная Направляющая Справа Которой Которой Мы хотим Воспользоваться Значит Поможет Нам В этом Команда Которая Называется Create One Rail Sweep Создать Одну рельсовую Протяжку Ну Примерно Так И можно Перевести Значит Во-первых Выбирается Как бы В подсказке Могли бы Увидеть Кривая Для Rail Вначале Вот Эта вот Форма После чего Мы с вами Можем Выделить Сразу Остальную Поверхность Как вариант Ну Или же Значит Воспользуемся Стандартным методом Используя все Сечения Выберем Направляющую Для Rail Потом Щелкнем По порядку Нижнее сечение Верхнее сечение Среднее сечение И верхнее сечение Таким образом А потом Не забудьте Нажать Правый клик Значит Вот Получили Такую Вот Форму И опять Таки Если мы Хотим Ее вывернуть Берем Вкладку Поверхность Выбираем Соответствующую Поверхность И Отражаем Нормали Вот Значит Этот метод Уже Хорош тем Что мы С одной стороны Подгоняем По форме Кривой В форму Нашей поверхности Но с другой стороны С Левой части У нас с вами Не было Ограничителя И вся Наша поверхность Была скомкана В конце концов И с левой части Также Давайте Рассмотрим Вариант Когда у нас Есть По бокам Два ограничительных Сечения Переключимся В Ортогональную Проекцию Для того Чтобы с ней Было Легче Работать В трехмерной Проекции Мы с вами Увидим Что Слишком Много Происходит Изменений Трудно Попадать По необходимым Элементам Значит Выделили Любую Значит Нурбс Кривую И Выбираем Двухрельсовую Протяжку Крептор Крептор Рейлсвип Работает Точно Так же Вначале Выбираете Траекторию Номер Один Потом Выбираете Траекторию Номер Два По которой Будете Все это Дело Протягивать А потом Последовательно Мы с вами Выбираем Линии По которым Наша кривая Располагается Вот таким Вот образом Соответственно Мы с вами Получили Вот такую Вот форму Кривой Которая ограничена Нашими Сечениями С двух сторон Этот вариант Наверное Даже более Предпочтителен Чем те Которые Мы рассмотрели Перед этим Последний Вариант Который Позволяет Строить Сечение На основе Множественной Горизонтальной И вертикально Ограничивающей Сетки Это соответственно UV Loft Ну Или XY Loft Значит Вот Этот элемент Инструмент Значит Как им Работать Ну Значит Я попытаюсь Немножечко Уменьшить Окошко Чтобы Командная Строка Была Видна Во время Работы Нажмем UV Loft И посмотрите Вначале У нас запрос Уведите Кривую По одной Какой-то оси Ну давайте Вначале Проведем По оси U 3 кривых После чего У нас Вдоль Этой оси Ограничивающие Кривые Были закончены Необходимо Один раз Щелкнуть Правой Кнопкой мышки И здесь Вы увидите Характерную Надпись Введите V Кривую То есть По другой Оси По оси Y Вот наша Первая Кривая Вот соответственно Наша Вторая Кривая После этого Нажимаем Правый Клик Чтобы Остановить Ввод Данной Команды Соответственно Тут Могло Быть Большое Количество Этих Кривых По разным Осям Соответственно XY Loft Или UV Loft Surface Позволяет Нам Использовать Множественные Наши Контуры Для Уточнения Сложной Формы Наших Поверхностей Значит Собственно Говоря На этом Изучение Node Creation Toolbox Завершается Здесь Есть Mirrored Surface Которая Позволяет Создавать Отраженные Поверхности По Оси Но Это И так Как бы Нам с вами Уже Должно Быть Понятно В общем-то И большую Часть Этих Команд Мы Успели Рассмотреть Благодарю За внимание Обучайтесь Вместе С нами С нами Благодарю 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 Должна